Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Миллионы посетителей социальных сетей знакомы с семью постулатами здоровья доктора Шишонина. Сегодня сам врач рассказывает о своей медицинской практике и о себе. Александр Юрьевич, вот сейчас, когда нас с вами показали, я подозреваю, что очень многие наши зрители вас узнали, конечно. Я потрясен цифрой, которую я прочел в Ютьюбе рядом с вашим циклом, который называется «Гимнастика для шеи». 69 миллионов просмотров. 69 миллионов – это больше, чем население Франции с заморскими территориями. С чего вы начинали? Почему это стало вашей площадкой для разговора с миллионами людей? Гимнастика для шеи, да, стала хитом таким. По сути дела, в пол-России делает эту гимнастику. И даже дети делают, всем их вместе со взрослыми. Начинали взрослые, и там уже дети привыкли делать вместе с ними. Я эту гимнастику, которая самая популярная, хит, она была выложена кем-то в 2008 году. Кто-то из пациентов выложил? Да, она у меня была на ВХС-ках, на видеокассетах. Мой конек – это лечение шеи, шейного отдела. И пациенты, которым шею я пролечил, от грыж, от всяких разных зажимов и так далее, они попросили меня сами, сделай нам какой-нибудь комплекс гимнастики для того, чтобы мы дома делали. Я эту записал гимнастику, и кто-то ее, значит, с ВХС-ки, они у меня брали эти ВХС-ки и домой ехали после лечения и занимались там. Там ее все подряд выкладывали на всех аккаунтах. И ко мне пришли ребята молодые, прогрессивные, и говорят, Александр Юрьевич, давайте мы вам заведем канал. Я говорю, расстаньте от меня, я вообще взрослый человек, доктор, какой-то ерундой меня не смешите. Они меня уговаривали, наверное, месяца два, чуть не на коленях, давай ты не представляешь, что это очень важно для людей, что надо популяризировать. И все, уговорили. И действительно, люди прям подхватили это все, и не только мои шейные дела, но и все другое, что я пропагандирую, что связано со здоровьем, очень много людей подхватывают и делают сами. Александр Юрьевич, почему вы решили заниматься именно шеей? Вы, с одной стороны, говорите, что это очень опасный участок темы, с другой стороны, вы сами этим занялись. В чем проблема? Ну, так исторически сложилось. У меня, я когда в институте учился, ну, надо было подрабатывать, работать. Я работал, подрабатывал, делал людям, освоил массаж, мануальную терапию и ездил по домам, делал сеансы, там, массажи, мануалки. И у меня один пациент появился, тяжелый очень-то, после того, как он попал в аварию и сломался шею. И у него разорвался спинной мозг, отказало тело, руки, ноги не работало, голова крутилась. И он был очень активный, несмотря на это все. И он сам был бывший костоправ. И вот он меня... А в шеи уже боятся трогать врачи. Боятся. И вот он меня уговаривал в свое время, чтобы я его дергал за голову. Потому что, когда я его дергал за голову сильно, у него, значит, происходил хруст вот такой. Ну, вот он лежит, я его дергаю за голову. Хруст такой идет, прям от затылка до копчика. И у него, там же, когда человек лежачий, там пролежни, трофика нарушена такая. Прям тело начинало волной такой розоветь. Розоветь, розоветь, розоветь. И все. И у него на этом фоне, я его там дерну раз в неделю, при этом дерну. У него ни пролежни не было, ничего. Вот. И на основе вот этих вот вещей я понял, что шея играет колоссальную роль вообще в теле. Определяющую. То есть связывает мозг и все остальное тело, да, внутренние органы, мышцы и так. И начал ей заниматься. Начал заниматься. Ну, мне повезло. После института медицинского, когда вышел, я познакомился с двумя великими своими учителями, великими людьми. Один из которых мне дал такое академическое мышление. Ну, поднял на этот уровень своей школы. А второй дал вот это ощущение, знаете, того, что в медицине все двери открыты. Что нет невозможного для тела ничего. И так получилось, я сразу после института к ним попал. Первый это Александр Григорьевич Румянцев. Он был моим гостем здесь, замечательный человек. Да, вы его знаете. Это великий врач. Именно вот такой вот научный апологет. И я с ним долгое время работал. И занимался реабилитацией детей, которые прошли онкологические заболевания. Надо сказать, что он директор института детской онкологии. Сейчас уже президент, президент института детской онкологии. Академик. Да, академик, депутат Государственной Думы. Да, да, да. И он мне вот очень много дал в плане клеточной биологии устройства организма. Потому что там занимается костным мозгом. А костный мозг очень важную роль играет вообще в организме. И многие об этом не думают. А второй это Сергей Михайлович Бубновский. Очень известный доктор. Он занимается именно грыжами межпозвонковых дисков, артрозами крупных суставов. И тогда, когда я с ним познакомился, это было прям такое что-то. Знаете, все, когда появлялась грыжа в позвоночнике, все бежали ее оперировать. А Бубновский говорит, не надо оперировать, будем упражнениями лечить. И действительно, мы лечили. Я когда с ним работал, больше было людей с поясничными грыжами. А вот с шейными грыжами одними упражнениями тяжело было добиться результата. Я, имея вот этот опыт работы с пациентом, с шеей, я разработал методику такой мягкой мануальной терапии для того, чтобы... Именно для шеи. Да, именно для шеи, чтобы лечить грыжи в шейном отделе позвоночника. И вот на этой почве занялся шеем, гимнастику придумал, а потом уже открыл свою клинику и начал работать. Можно мы дальше пойдем по этому пути разговора? Ну, а один практический вопрос, который, наверное, важен для многих, кто нас смотрит. Огромное количество предложений на рынке от специалистов массажа, иммануальной терапии, с дипломами, с документами и так далее. Как правильно человеку выбрать специалиста? Тяжелый вопрос, Виктор Григорьевич. Потому что сейчас очень много непонятного. Вот как бы вы выбирали, не дай бог, если кому-то из ваших близких это понадобилось? Ну, во-первых, всегда надо искать специалиста, если он мануальщик, который хотя бы какую-то гимнастику с пациентом проводит, прежде чем делать мануальную терапию. То есть сначала, до... Да, потому что без занятия, я считаю, мануальную терапию делать, ну, неправильно. Много осложнений. Если человек перед этим позанимался, хотя бы там 15-минутную зарядку, если с ним сделали, то тогда осложнений намного меньше после мануальной терапии. Мануальные техники, они же достаточно агрессивные, да? Вот бывают мягкие, когда ты сильно давишь, но без резких движений. А бывают и рывковые техники, когда надо какие-то вывихи подправить, да? Когда надо там позвонки подправить, надо дергать, там, вставлять, вправлять, да? Это тоже все присутствует. Вот. И когда вот это делаешь, человек же приходит к тебе на аксианс, как правило, с болевым синдромом, там, да, вот, бездвиженный, мало двигался до этого, и у него все связки высохли и стали такими, ну, травмоопасными. Если его перед этим не позаниматься гимнастикой, да, то вот когда ты это все делаешь, можно травмировать связки, да, и у него будет потом еще сильнее болеть. Понятно. Вот, поэтому надо вот искать такого специалиста, который обязательно, у него прямо вот, чтобы было гимнастика, хотя бы вот без тренажеров, ну, хотя бы вот такая. Разомнил. Да. Или бы он вам назначал, то есть, если вам по телефону говорить, что прежде чем ко мне приехать, там, позанимайся полчаса вот такими-такими упражнениями, потом бегом ко мне там, и я тогда тебя буду вправлять. Вот. И второе, это реально мануальное воздействие, вот реально мануальное воздействие, оно всегда достаточно болезненно. То есть, если вы приходите, вам там накладывают руки, там, и говорят, что они или там что-то мнут, там, тянут кожу, там, и при этом вам не больно на сеансе, значит, скорее всего, это, ну, такая какая-то непонятная ситуация, и такого прям суперлечебного эффекта, кроме психологического, ждать не нужно от этого. Вы много говорите о своих правилах здоровья. Даже я, читая с вами интервью, что-то для себя вычленил. Какие правила здоровья вы пропагандируете и сами соблюдаете? Ну, за годы практики, работая с большим, огромным количеством людей, то есть десятки тысяч пациентов, это моя личная только практика, конечно, начинаешь видеть, как организм функционирует уже как бы с высоты птичьего полета, и формируются вот эти самые правила или законы здоровья, как я их называю, которые, если человек соблюдает в любом возрасте, я подчеркиваю, в любом возрасте, даже старше 80 лет, он день от дня все здоровее и здоровее становится. И при этом у него начинают уходить хронические заболевания, как ни странно. У вас большой опыт работы с пожилыми людьми, как я понимаю. Да, именно старшая возрастная группа, старше 60-ти, вот это мои пациенты. И очень огромный опыт, который, наверное, ни у кого нет, старше 80-ти. Вот. И вот эти законы здоровья, они сформировались уже как некая система таких вот четких моментов, которые надо соблюдать. Первый закон здоровья – это закон, я его называю, закон управления. Закон управления здоровьем, он зависит от шеи. Почему вот шейная гимнастика так популярна? Потому что, когда человек делает даже первый раз, у него сразу улучшается вот это общее самочувствие. Каждый человек чувствует это. Прямо кардинально улучшается. И от чего это происходит? От того, что у нас здесь, в затылке, в стволе головного мозга, внутри, находятся три четверти всех нейронов. И эти все нейроны, они автоматические центры управления здоровьем. То есть центр сердечно-сосудистой регуляции, да, центр дыхания, центр управления обменом веществом. И они начинают лучше питаться. Они начинают, да, когда мы делаем гимнастику для шеи, да, или когда в клинике мы делаем коррекцию шеи, да, у нас происходит улучшение питания этих центров, они начинают лучше работать, лучше регулировать сосудистый тонус, там, гормональный обмен, все-все-все-все-все. И это все приводит к тому, что оптимальнее начинает организм работать. Это очень важный закон. Если его не соблюдать, все остальные, они не работают. Ну да, он написан годами вашей практики. Да, и он написан устройством организма нашего. Дальше, соответственно, когда кровоток мозга, мы об этом заботимся, да, это закон называется закон движения. Для того, чтобы быть здоровым, надо много двигаться. Природа сконструировала наш организм для того, чтобы он двигался. И вот все наши внутренние органы, они для мышц существуют. Их цель обеспечить бесперебойную работу наших мышц. Если мышцы плохо работают, с возрастом люди начинают сидеть на диване, там, не двигаться, да, и так далее. Мышцы как бы усыхают, дистрофируются. И органы, то же самое с ними происходит. Они не нужны становятся. И как только мы начинаем человеку хотя бы ходьбу назначать ежедневную по 30-60 минут в день, такой быстрой ходьбы, вот, он буквально на глазах начинает молодеть. Если при этом еще шея у него свободна, да, освобождена, кровоток мозга хорош, на глазах. И прежде всего это происходит внутреннее у него ощущение, да, он прям чувствует, как прилив идет этой энергии, сил. Дальше третий закон – это питание. У нас, к сожалению, сейчас вокруг нас такая агрессивная информационная среда, которая заставляет нас переедать, есть что попало. Но вы просто революционер в питании, я так понимаю. Что касается жиров, я, например. Ну, и не то чтобы революционер, многие специалисты сейчас это поддерживают, направление, что надо убрать углеводы из питания полностью. Вот я сторонник полного исключения углеводов, потому что, если убрать вот эти вот… Хлеб, это тоже углевод. Хлеб, да, каша, макароны, сладкое, понятно, да. Даже фрукты я рекомендую убрать и мед, потому что мед – это глюкоза на 99%. Они все равно есть. Вот съедаем кусок мяса, там есть углеводы. Но их столько, сколько нужно по природе. Стакан молока выпил, там есть 6% углеводов, лактоза. Ну, а их столько, сколько нужно, не больше. И поэтому специально их в рафинированном виде я предпочитаю. Вот человек, который хочет оздоровиться, стать здоровым, я говорю – отмени. Отмени – это все, кушай побольше белка, среднее количество жира и большое количество клетчатки. Вот твой рацион. И не переедай. Но вы же революционно советуете не отказываться от жиров. То, что многие предпочитают. Ну, это уже, к счастью, это уже устаревшее, как бы, знаете, в науке это уже устаревшее понятие, что жира надо бояться, там, что надо, как бы, с жиром бороться, там, и так далее, да. Типа, он, там, для сосудов вреден. Это уже давно опровергнутый момент. Наоборот, все современные кардиологи, такие вот серьезные кардиологи, они ратуют за то, чтобы люди применяли и животные жиры здоровые, и растительные жиры. Вот. Но в голове у людей долгими годами пропаганды, что они вредны, жиры, остался вот этот вот атовизм, что, типа, вот не надо жирного есть, лучше поесть что-нибудь сладкого. Это, как бы, в корне неправильно. Это надо исключать, это надо искоренять из сознания людей. Вообще, взгляды на здоровье консервативные, они быстро не меняются. Ну, да, вы правильно сказали. Но менять их надо, потому что иначе толку не будет. Потому что у нас вот, благодаря вот этим взглядам старым, да, что жиров надо бояться, там, да, и так далее, у всех развитых странах в мировом масштабе растет и растет эпидемия инфарктов, инсультов. И ничего не могут с этим сделать. Строят клиники, там, открывают новые препараты, все делают-делают, ничего не помогает. Гипертония растет, растет сахарный диабет второго типа, на этом фоне растет атеросклероз, а на этом фоне растут инсульты, инфаркты. И все это связано в основном с двумя вещами. Это недостаток движения, про который мы говорили, недостаток питания. Вы очень интересно рассказывали об одном из законов, который вывели. Он мне очень близок. Вы вывели закон о том, что у человека должна быть в любом возрасте жизненная перспектива. Я вам объясню, почему мне это близко. Потому что я очень долго был главным редактором журнала. Один из постулатов, который я проповедовал, что бы мы ни писали, какое бы насыщение критикой ни было в журнале, человеку, закрывшему последнюю страницу, все равно должно хотеться жить. У него должна быть перспектива, горизонт какой-то. Желательно далекий горизонт. Далекий. Вот об этом с точки зрения медицины. Ну вот первые три закона здоровья мы обсудили. Это всего их семь. Тот, о чем мы сейчас говорим, это шестой закон здоровья. Давайте к нему подойдем, а потом к другим. Да, шестой закон здоровья, закон перспективы. Значит, смотрите. Нашим здоровьем управляют, как мы уже обсуждали, нервные центры, находящиеся в стволе головного мозга. Один из этих нервных центров, мощнейший, это гипоталамус. Гипоталамус. Он так называется. И он, гипоталамус и гипофиз, они вместе работают. Вот что он делает? Он царь всех желез нашей внутренней секреции. И он управляет их гормональными. Как щитовидка работает, он решает. Как работают яичники или яички, он решает. Как надпочечники работают, все он решает. Как печень работает, он решает. Как поджелудочная. Все в его власти. Он хозяин этого дела. Командир. Командир, да. И вот он выделяет такие специальные управляющие гормоны в кровь. И через это он всем этим хозяйством управляет. И он очень сильно зависит от лимбической системы, которая над ним находится в мозге. Это более высокий нервный центр. Это наше эмоциональное состояние. Особенно фоновое состояние эмоциональное. Очень сильно, потому что они прям связаны физически, нервными связями с гипоталамусом. И лимбическая система, вот этот фон эмоциональный, который у нас внутри, он дает ему гипоталамусу команду, указание, как ему работать. То есть ему работать как? Схлопывать все это хозяйство, да? И экономить энергию, и сидеть в уголке. Или у него там есть перспективы, развитие и так далее. И вот какую мы дадим картинку нашей лимбической системе, так у нас и будет функционировать гормональный наш баланс весь. Это физически просто происходит. Это горизонт жизни, это и есть та картинка, которую мы вам даем. Да, и мы должны, если мы хотим быть здоровыми, мы должны гипоталамус перепрограммировать свой вот этим путем. Мы должны в любом возрасте себе настроить планов на 50 лет вперед. Ну, сначала людям кажется, вот я им даю такое задание, да? Им кажется, что, ну, типа, ерунда какая-то. Я говорю, ну, ты можешь в это не верить. Не верь в это. Ты просто себе настрой этих планов и каждый день об этом думай. Через месяц ты поймешь, что ты стал другим человеком. Появится блеск в глазах, кожа станет розовой, и вообще по-другому начнешь смотреть на мир, сколько бы тебе лет ни было. Вспомнишь, какой ты был в молодости. Это именно так работает. Это компьютер, это машина, биомашина. Ей надо давать правильные команды. И вот этот закон перспективы, отодвиньте свои перспективы на 50 лет вперед и выполняйте эти планы. Он очень четко работает. Я хотел вас спросить, может быть, вопрос вам задать, который, может, вам и не совсем приятен. Как вам живется в медицинском мире? В том смысле, что вы очень иногда делаете заявления такие острые. Зачем же лечиться, говорите вы, а затем, чтобы фармацевтам и врачам было на что жить? Речь идет о лечении гипертонии. Я не думаю, что фармацевты и врачи вас полюбят после такого высказывания. Тем более, что ваши высказывания тиражируются. Вы говорите о том, что называть гипертонию болезнью значит опускаться на уровень шаманизма. Да, есть такое у меня. Ну и как он живется в медицинском мире? Ну, как ни странно, живется очень хорошо. Когда начинал, конечно, я, да, на меня как-то смотрели коллеги многие, как на дурачка какого-то, знаете, там, ну, ерунду какую-то говорит, вот этот там шею он будет лечить, кровоток мозга налаживать, и от этого будет гипертония проходить. А потом, когда появляются клинические большие результаты, пишешь статьи там, да, сейчас у нас даже, кстати, мы проводим большое исследование на животной модели, на крысах. Во втором меди начали проводить, чтобы клинические результаты подтвердить на животной модели. И иметь модель животную для изучения более детального, что происходит на клеточном уровне в организме, когда пережимаем шею. Скажем так, даже много у меня среди коллег, сторонников, врачей, правильно я понимаю, сторонников того, что гипертония лечится не лекарствами, а, скажем, работой с шеей, обозом жизни. Ну, смотрите, гипертония – это симптом, то есть это сигнал организма, что что-то происходит не так. Вот есть, допустим, температура. Вот поднялась температура, да? Мы же на современном уровне не только жаропонижающих... То же самое, что скачок давления, то же самое, как... Да, да. Это симптом. Это общий симптом, который может говорить о разных проблемах. И вот, когда у нас поднимается температура, мы ищем причину всегда. Может, где-то инфекция, да? Может, что-то там... Да, да, конечно. Какая-то аутоиммунная реакция, что-то. То есть мы диагноз ставим. Мы температурную, как бы, мы же в своем уме не будем называть температурная болезнь. Правильно? Мы это, ну, как бы, на смех поднимут. А вот с гипертонией эта история почему-то прижилась в медицине. Хотя это не специфический симптом гипертонии. Хотя причина смерти, это, наверное, не самая первая в мире. Первая. Первая, да. Ее осложнение в гипертонии – инсульты и инфаркты, про которые мы говорили. И это уносит около 20 миллионов жизней каждый год. То есть это вообще лидер по убийству человечества. И вот прижилось такое, что когда медицина не может поставить диагноз, то есть приходит человек с гипертонией в поликлинику, ему проводят обследование, там, надпочечники, внутренние органы, щитовидная железа. Ничего не находит, нету ничего. А гипертония есть, давление. Ему говорят, ну, у тебя гипертоническая болезнь. И начинает просто кормить его таблетками. И это ни к чему не приводит. То есть человеку оно понижается, давление, потом привыкает к этим таблеткам, начинается повышение дозы и так далее, и так далее, и так далее. То есть до тех пор, пока уже не разовьются осложнения. При этом косность мышления медицинского, она в большинстве своем не согласна с тем, что гипертония – это не диагноз. Хотя это реально симптом. Начинает просто лечить симптом. Так и называется, кстати, по-честному, симптоматическое лечение артериальной гипертонии. И когда я лечил шею, я случайно с этим вообще столкнулся, с феноменом хондрости. То есть гипертонии пришли позже, чем начали лечить шею? Да, да, да. Я вообще даже не думал в своей жизни лечить гипертонию. У меня не было таких планов. То есть я хотел шею лечить, грыжи в шее и так далее, безоперационным методом. Спасать людей от операции. Что и сейчас я по сей день делаю. Лечу грыжи в шее безоперационным методом и прекрасно получаю. Но при этом, когда я начал это делать, я столкнулся с феноменом, что у людей проходит давление. То есть они мне уже, когда им шею пролечишь, спасибо, говорили даже не за то, что им грыжу вылечили в шее, а то, что таблетки он перестал пить. Доктор, спасибо тебе, я таблетки перестал пить. 40 лет пил таблетки, или 20 лет, или 10 лет от давления. Теперь не пью. А почему вы гипертонию называете спектаклем в трех действиях? Как по ее физиологическому влиянию на организм. То есть это получается, что нарушение кровотока мозга, первое, из-за того, что шейный остеохондроз банально пережимает. Внутри позвонков проходят артерии, которые идут к сосудистому центру в голове, прям напрямую. И он их пережимает, просто эти артерии, шейный остеохондроз. И мозгу не хватает кислорода. Вот первое действие. То есть гипоксия мозга. Дальше, соответственно, он... Мозгу что делать? Вот что ему делать? Кислорода нет. Это плохо для мозга. Он не любит, когда нет кислорода. Он дает команду сердцу поднять давление. Паникует. Да, он даже не паникует, он просто культурно, четко дает команду. Давай поднимай давление. И сердце начинает сильнее сокращаться. От этого поднимается верхнее давление. Это второе действие. И третье, это мозгу, чтобы сердце не так сильно насиловать, надо же в системе держать давление. Он дает команду сосудам, всем мелким капиллярам сжаться. И поднимается из-за этого нижнее давление. И поэтому у человека не 140, не 120 на 80, а там, допустим, 140 на 100 давление поднимается. Это все мозг делает. И поэтому это спектакль. Когда вы говорите, что в 95% случаев вы можете руками спасти человека от приступа... От гипертонического криза, да. То есть вы имеете в виду массаж шеи? Да, это методика такого глубокого точечного массажа специального. Когда мы вот эти блоки снимаем с зажима шеи и раздвигаем позвонки немножко, улучшается резко кровоток по позвоночным артериям и приток крови вот к сосудистому центру. И падает сразу давление, моментально. А если вас нет рядом, что должен человек делать? Гимнастику для шеи. Вот, сделать гимнастику, давайте, может, там, сделаем пару упражнений, чтобы люди посмотрели. Вот. Самые простые упражнения, да, вот, наклон головы в сторону. Хотя бы вот, если у человека поднимается давление, там, по 10 раз сделал, подержать. Там, ну, 5-7 секунд. Потом еще подержать, чтобы растянуть как раз вот эти позвонки, и пошел кровоток по позвоночным артериям. Потом можно размять себе шею немножечко, да, хорошо так рукой сзади после этого. Вот. И очень хорошо, допустим, взять кусок льда или вот кусочки льда из холодильника, или холодной прозводой умыть, умыть лицо, уши, чтобы вот рефлекторно приток крови пошел к головному мозгу. Будет снимать давление у человека. Чисто физиологически. Знаете, я думаю, что вот этой минутой мы оправдали всю нашу передачу уже. У меня, знаете, еще какой вопрос? В Москве рассказывают, что вы гуляете с пациентами. Что это за прогулки? Зачем вы с ними гуляете? Ну, это вообще такая история. В какой-то момент времени, ну, видя вот эту всю картину, что люди, ну, не двигаются, сидят на диванах перед телевизорами и, как бы, ну, физически просто чахнут. Ну, мы провели некий научный такой анализ. Из развитых стран оказалось самым высоким уровнем здоровья в среднем по популяции – это Япония. Мы не просто там провели анализ, мы как бы копали там, что там происходит в Японии. Оказалось, что с медициной не связано это. Хотя многие сразу как бы кажутся, ну, там же и медицина. Оказалось вообще интересный факт, что медицина хронических заболеваний, вот современная медицина, качественно, хорошая, она не поднимает уровень здоровья в стране. Она его снижает. Нет, я здесь не хочу, как бы, сказать плохого о медиках. Это просто получается из-за чего? Из-за того, что вот человек умер бы уже, да, в определенный момент, он нездоровый, больной, вот у него там произошел бы инфаркт. Но его спасли, не дали умереть. Или бы у него там от рака умер. Но ему рак вылечили, не дали умереть. Но он от этого, он не умер, он не стал здоровее, понимаете? И они, эти все люди живут, и получается, что в популяции уровень вот этой болезненности, он увеличивается из-за этого. И как бы медицина не может этого дать. Обычно говорят о секрете японцев, как о питании. Питание тоже мы посмотрели. Японцы не нашли там объективных каких-то данных за то, что это прям сильно влияет. Потому что японцы, особенно современные японцы, подвержены тому, что плохо питаются тоже. Так как и мы, и углеводов много и так далее. В спорте искали, в спорте тоже не нашли. Потому что спорт все-таки это пропаганда высоких достижений, тяга к рекордам и так далее, и так далее. То есть люди от этого здоровее не становятся. Оказалось традиции, вот у них со старых времен еще, старшая возрастная группа, они, когда на пенсию выходят, начинают очень много ходить друг к другу в гости пешком. Особенно деревенские жители. Там много, на самом деле, таких сельских поселений. И там большие расстояния между ними. Они ходят пешком, созерцают. У них даже есть такое, как бы, в термин лесное купание. Идут через лес, купаются в этом деле, во всем. Вот такой вот у них момент. Это традиционная вещь. И вот это приводит к тому, что они больше двигаются. А чем больше двигаются, тем больше здоровья. И я решил на этом фоне, что будут пропагандировать ходьбу. Люди приходили, собирались. И мы в юго-западном округе начали все эти прогулки проводить с людьми. А потом нас поддержала префектура. Ищут о Москве. Да, в Москве. В юго-западном округе Москвы. У нас уже пять маршрутов официальных есть. Там много парков. Да. Там в парках по 7-8 километров проложено. И люди уже знают, куда придется. Что значит мы? Вы как-то их ведете, попутно что-то рассказываете. Да. Мы рассказываем вот эти как раз семь законов здоровья. Люди задают свои вопросы, которые там начинают заниматься собой. Что им делать, что им не делать. И наши инструкторы отвечают. И все это проводят. Это бесплатно мы все делаем. Для этого даже создали общественную организацию. Медицина здоровья. И она этим занимается. А зачем вы сказали, что человеку очень полезно смотреть на муравейник? Очень интересно смотреть на муравейник. Когда человек смотрит на муравейник, он через какое-то время начинает понимать, что муравейник – это единый организм. И начинаешь понимать очень много таких вещей, то есть связанных с социумом. Со связями между. Да, с нашим. То есть аналогия начинает приходить. И человек, он многие вещи, которые происходят в социуме, которые, казалось бы, ему, как личности, может, он на них негативно смотрел, он начинает по-другому смотреть. Потому что это надо для общего, например, выживания. Это надо для того. То есть через это природное приходит понимание, и многие стрессы снимаются, как ни странно. Ваш отец был хирургом. Он сейчас хирург, слава богу. Слава богу. Что в вашей медицинской сущности от отца? Что отец вам дал? Отец дал все с точки зрения медицинской диантологии. У нас это называется правило поведения профессионального врача. Называется диантологией. Когда человек не в медицинской семье родился, ему тяжелее с этим. Потому что ему надо это осваивать уже как бы в взрослом возрасте. Как общаться с пациентами. Я все детство это видел. Ну, конечно. Вот. То есть представьте себе ситуацию. В шашлыке сидит мой отец с друзьями. Майские праздники. У него дежурство. В больнице закончилось. Подходит пациент. Откуда-то из кустов. Ну, я маленький был. Вот такой. Из кустов откуда-то. Выходит к нему бежит доктор. Меня петух клюнул. Там все мужики в этом. Ну, смешно. А он серьезный встает. Так, подождите. Не смейтесь. Надо рану обработать. Потом будем уже дальше с вами заниматься праздниками, шашлыками. То есть вот такое служение пациенту – это от него. Александр Юрьевич, у вас есть несколько книг. Последняя из них – это «Контуры будущего в медицине». Или «Медицина будущего». «Кибер-жизнь», «Контуры медицины будущего». «Контуры медицины будущего». Не могли бы вы нам кратко сказать, каким вы видите медицину будущего? Что это за контуры? «Медицина будущего», по моему мнению, должна… Вернее, не должна, а уже она развивается в этом направлении. И я как бы яркий такой сторонник этого направления. Чтобы мы в медицине пользовались природой нашего тела. Ну, представьте, 50 триллионов клеток, муравейник такой, да, который живет по единым законам и имеет очень большой, колоссальный потенциал регенераторный. Потому что вот костный мозг, про который вначале я немножко рассказал, это стволовые клетки, которые находятся внутри наших костей. И они 5% от веса нашего тела составляют. То есть это несколько килограмм стволовых клеток у каждого человека. И вот этими простыми методами, питание правильно, ходьба там, кровоток мозга, хороший правильный сон, чтобы ночью поработал костный мозг, потому что он в основном ночью работает, да, они уже дают возможность поднять этот уровень здоровья. То есть медицина будущего будет развиваться в сторону предотвращения, чтобы не было вот этого большого количества хронических заболеваний, которые сейчас как волной эту медицину накатывают, нашу современную. И она, бедная, не может с ними справиться, потому что невозможно. Если не поменять вот эти вот культурные устои современного общества, связанные с движением, с правильным питанием и так далее, то этот вал, он будет расти. И вот ближайшее будущее медицины – это именно вот эти вот профилактические, я бы сказал, такие вот мероприятия. То есть медицина будущего будет смещаться в сторону природоподобной профилактики, вот так назовем. Вот я бы сказал, что вы один из врачей, у которого есть своя выстроенная идеология, да, семь правил, то все, вы своих близких и друзей убедили в этой идеологии? Есть седьмой закон здоровья, который об этом как раз, он называется семейные ценности. Что это такое? Это широкое понятие, то есть человек, вот я, например, который с собой показывает, как надо жить, чтобы быть здоровым, да. И, к счастью, у нас есть такой механизм, это открыто было великим биологом, Конрадом Лоренсом, называется импринтинг. То есть это повторение за старшей возрастной группой, автоматически, неосознанно. Вот то, что делает старший или лидер, не обязательно старший, но какой-то авторитет в обществе, то будут делать и все остальные, глядя на него. Хотят они этого или не хотят, так устроена природа. Называется импринтинг, пропечатывание, прописывание стереотипов поведения. И вот я их как убеждаю своим примером, потому что говорить, вот это вот там, рассказывать, вот для чего я ходить-то начал с людьми? Я мог бы сидеть в кабинете там и кричать там, что ходить, 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 никто бы не ходил. Только выходишь на улицу, сразу толпа собирается, начинает с тобой ходить. Почему? Потому что импринтинг. И они потом, все эти люди, начинают же в семье это все, они же дальше продолжают. Мультиплицируются это все. Да, и приходит, вот у нас был марафон ходьбы, полумарафон недавно. Собралось там тысяча человек, и 26 километров мы шли, и люди дошли там, 700 человек дошли до финиша. Там многие старше 80-ти дошли до финиша. Но самое удивительное, что с ними пришли дети, внуки, правнуки. И тоже дошли до финиша. Там шестилетние дети, то есть там интересные. И вот это все работает импринтинг. Вот так я это и убеждаю, так я и пропагандирую через себя. Вот вышел там с внуком, у меня внук есть уже. У вас уже внук есть? Да, подтянулся на турнике 20 раз. Он на это все посмотрел, и давай тоже подтягиваться. А если бы я сам своим примером не показал, он бы не стал этого делать. Понимаете? У нас весь разговор шел о правилах жизни, по сути дела. Поэтому мой последний вопрос, может быть, имеет смысл, а может быть, нет. Но я всех спрашиваю о правилах жизни, которыми пользуются. Одно из ключевых правил, это то, что от отца с детства пришло. Это какое-то доброе и открытое отношение ко всем людям. Вот такая вот какая-то... Дари людям добро, да, и оно к тебе вернется. Вот так вот. Спасибо, Александр Юрьевич, за то, что вы делаете. Спасибо большое, Виктор Григорьевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова